Акция в поддержку Олега Сенцова прошла в центре украинской столицы. Я напомню, 14 мая в российской колонии украинский политзаключённый объявил бессрочную голодовку и продолжает её до сих пор. О том, как прошла акция и что известно о состоянии Сенцова, расскажет Юлия Жешко. Художники, журналисты, писатели и просто небезразличные люди в цепях и робах. Это кадры не из фильма о побеге из тюрьмы. Это акция в поддержку украинского режиссёра и писателя Олега Сенцова. Сегодня 20-й день его бессрочной голодовки. Мы отставим свою политическую позицию в честь того, чтобы освободили Олега Сенцова и остальных политзаключённых. Ещё 4 года назад Сенцова арестовали по подозрению в намерении уничтожить памятник Ленину на территории тогда уже оккупированного Крыма. Сенцов свою вину не признал. Я никогда не являлся участником правого сектора, не организовал никаких теоретических групп, не организовал никаких теоретических фактов на территории Крыма. А спустя год суд Ростовской области вынес страшный приговор. 20 лет в колонии строгого режима. С тех пор Олег Сенцов ни разу не просил, чтобы его отпустили. Однако настаивал на освобождении 64 таких же, как он, политических узников. Сегодня весь список политзаключённых огласили активисты и рассказали, как намерены действовать дальше. Не обошли вниманием предстоящие в Москве события – чемпионат мира по футболу. Символично подписали мячи именами политзаключённых. На найближчем чемпионате света футбола, который походит в Российской Федерации, я болеваю за политязнью. Внутренне мне, как человеку, хочется, чтобы он прекратил голодовку, потому что это реально становится опасно для его жизни. Но при этом я понимаю его как мужчину. Кто навещает режиссёра и как он себя чувствует? В последнее время эта информация фактически закрыта. Но сегодня об этом рассказала сестра режиссёра Наталья Каплан. Она тоже была на акции. Олег отказывается от свиданий. Говорит, что ему так легче держаться эмоционально. Ну, просит к нему не приезжать никого из близких. Обычно на такой день голодовки люди уже не способны сами стоять. Это всё, что я могу сказать. Последний человек, который его видел и сказал об этом, это Ксения Собчак. Это было по видеосвязи. Она сказала, что он очень худой и бледный. Теряет зубы, теряет волосы. Подобные акции в ближайшие три дня пройдут в 70 странах мира. С уже известным хэштегом. Save Alex Sencev. Save Sencev. Save Alex Sencev. Save Alex Sencev. Save Sencev. Поэтому считать, сколько людей пришли поддержать украинца, не имеет смысла. Важно, что сохранить и освободить режиссёра хочет весь мир. И каждый из активистов надеется, что украинские власти и мировое сообщество добьются освобождения. Олега Сенцова. Юлия Жешко и Сергей Коваль. Подробности телеканал Интер.